Поприветствую столь уважаемую и почтенную аудиторию, не только как руководитель фракции, но и как полковник советской армии. Я трижды служил, три года в группе советских войск Германии в разведке, когда получал майора, был замкомандиром танкового полка у Владимира, и потом в специальной группе, которая занималась на старой площади военной опасностью. Участвовал во всех крупнейших ученых и с огромным уважением отношусь к тем, кто здесь присутствует. Я не устаю напоминать, особенно молодежи, что в мире более 200 стран, но лишь десяток, кто имеет тысячелетнюю историю. Мы имеем с вами такую уникальную историю. Ишь две страны, которые за последние 500 лет не теряли суверенитета, мы и Великобритания. И только одной стране 700 лет пришлось с оружием в руках защищать свое право на язык, культуру, на веру, на то, чтобы жить на этих огромных просторах и пространствах. У нас осталось на этих пространствах 2% от населения планеты, но нам принадлежит 30% мирового стратегического сырья и богатств, без которых будущее не будет для наших детей и потомков. Вы все в свое время выполняли историческую миссию. Как правило, нам угрожали с юга. Мне пришлось вместе с Шамановым почти 10 лет заниматься вопросами безопасности на Северном Кавказе, помогать нашим друзьям во Вьетнаме и бывать там не раз, и направлять своих ребят, которые верой и правдой защищали интересы и безопасность нашей страны в Афганистане. Одни говорят правы, неправы. Я лично считаю, что защита национально-государственных интересов и безопасности – это главная функция государства и любой политической власти. Поэтому считаю, что мы в те годы реализовывали одну из сложных операций, которая была вполне обоснована. У меня во фракции много лет работал генерал армии Вареников, который координировал по линии Министерства обороны афганскую ситуацию. Он сидит в Позняков, который много лет у нас во фракции работает и непосредственно служил и занимался афганскими проблемами. У нас руководители всех подразделений, кто занимается сегодня, знают эту проблему. Она сегодня не упростилась, а значительно осложнилась. Осложнилась прежде всего тем, когда мы ушли из Афганистана. Американцы тогда быстренько влезли туда, сымитировал взрыв двух высоток, которые, собственно говоря, и сами организовали. Но если мы вместе с тем, что обеспечили безопасность Юрный Гранит, там еще строили и школы, и детские сады, помогали развивать производство, то американцы, которые обещали нам в Женеве полностью придавить наркотрафик, наоборот, в 40-50 раз увеличился оттуда наркотрафик. Сегодня он имеет просто колоссальные размеры, почти 9 тысяч тонн героина. Из них 8 поступает на наши просторы. Сегодня наркотики убивают в стране в 5 раз больше в год, чем мы потеряли за 10 лет афганской эпопеи своей. Мы знаем, что многие из вас не имеют достаточной социальной помощи и поддержки. Наша принципиальная линия в Думе заключалась и заключается в следующем. Выслушал послание президента, а он выступал с ним 1 марта, он заявил, что надо войти в пятерку ведущих государствами двумя руками за. Надо все сделать для того, чтобы выйти на мировые темпы развития. Они сегодня складываются в 3,5%, а у нас за последние 10 лет 0,4%. Мы за 10 лет приросли на 4%. Американцы на 16%, а китайцы на 101% удвоили свой потенциал. Мы считаем, что бюджет развития мог быть 25 триллионов, и для этого подготовили 12 законов. В том числе и максимальной поддержки тех, кто сегодня с оружием в руках несет вахту на просторах нашей страны, обеспечивает нашу безопасность, и тех, кто ее заслужил, защищая наши интересы в многие предыдущие годы. 30-летие, на мой взгляд, это особо выдающаяся дата. Все, что предложит комитет Шаманова, и вы, мы активно поддержим. Можете рассчитывать на нашу повседневную поддержку. А вам благодарность, наше уважение, хорошего здоровья и новых совместных успехов по обеспечению безопасности нашего любимого Отечества. Спасибо всем.